Всем привет, с вами Глент, вы на моем канале, и сегодня специально для рубрики новогодние предметы под микроскопом я позвал Деда Мороза. Не верите? Встречайте, Дед Мороз. Просим, просим. Дедушка, 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 все хорошо? Борода попала. Здравствуйте, дорогие дети. Не узнали меня? Это же я, Леонель Месси. Сегодня с нами Серегой мы решили снять новогодний выпуск под микроскопом. Сегодня будет очень-очень-очень-очень-очень много вещей на новогоднюю тематику. Вообще, ребята, очень важная информация. Это же я предложил идею Гленту снять этот ролик на Новый год. Мы специально Глентом придумали эту идею, чтобы поднять вам новогоднее настроение под конец этого года. И это достойно твоего лайка, потому что тогда мы узнаем, что мы действительно достали тебе новогоднее настроение. Вообще, лайк обычно сразу добавляют новогоднего настроения. Ну, это же как-то приятно. Ты ставишь лайк, мы это видим и кайфуем. Ждем твоего новогоднего лайка. Серега, первым делом я предлагаю снять шляпу. Поддерживаю. И посмотреть на нее под микроскопом. Слушай, это же шляпа Деда Мороза, кстати. Это не просто где-то там купленная. Я прям сам съездил Деда Морозу и купил у него. Оригинальная получается. Оригинал, оригинал. О, смотри, здесь есть красная ниточка среди белых. Давайте под микроскопом посмотрим. Сначала на белую. Она что-то не белая, она какая-то серая. Какая-то вата настоящая, реально. Почему на конце все черное? А может их подпаливают? Ну вот, в реальной жизни вообще не видно каких-то черных точек. Теперь давайте посмотрим на красный участок. Опа, брак на производстве, все. Не, ну мне даже нравится, красиво выглядеть, посмотри. Похоже на костюм Человека-паука. Реально. Подожди, окей, это нижняя сейчас шапка, давай на красную посмотрим. А почему она оранжевая? Так она реально оранжевая, лол. Так, я не понял, может быть мы как-то неправильно смотрим на эту шапку? А вдруг это типа пасхалка? Оранжевая, мандарины, новый год, плюс шапка. Ой, я думаю, мы в матрице. Самое интересное, посмотреть на помпон, он как-нибудь будет отличаться или нет? А, нет, точно такие же черные волосинки везде. Ладно, окей, это шапка, можно надевать ее обратно. Теперь давай сюда свою бороду. Во, смотрите, она прям очень плотная и толстая. Вообще, мне кажется, она сделана из каких-то картофельных мешков. Ну да, видно, что качество бороды такое сомнительное. Обратная сторона бороды, как будто бы это волосы тех людей, кто создавали эту бороду. Это сыр-косичка, чувак, я все понял. Хорошо, окей, у тебя есть шапка, у тебя есть борода. Теперь давай я выберу себе шапку. На выбор, есть вот такая, есть вот такая и есть колпак. Два. Блин, знаешь, что с этими колпаками связано? Мое детство, потому что раньше такие шляпки, они были дорогие достаточно. Их было очень редко найти. А вот таких колпаков просто в любом магазине было. На мам постоянно на Новый год вот такие колпаки покупала. Я даже помню, я себе сам такой мастерил один. Окей, я тебя понял. Короче, на колпаки мы еще посмотрим. Я, походу, выберу себе вот эту шапку, потому что она такая прям мальчуковая. В ней можно и на свадьбу, и на Новый год. А это что? Это какой-то гламур. Мне такое не нравится. Серега, как эти? Ты чисто собрался на войну с мешками играть. Давай посмотрим твою шапку под микроскопом. О, она гораздо белее, слушай, посмотри. Окей, а теперь давай вот эту штуку. Слушай, ну она даже гораздо краснее, чем прошлая. Да, ну сразу какая-то оранжевая, что за дела? И серебристая штучка я тебе нашел. Вау, флаг Японии, нифига себе. Какой-то узор есть. Кайф. На самом деле, я себе такой микроскоп все хочу купить, но как-то руки не доходят, поэтому я к тебе хожу. Приходи. Так интересно. Теперь посмотрим эту гламурную шапку. Блин, вообще кайф, как будто костер горит, прикинь. А если под микроскопом попытаться кольцо перевернуть? Готов? Да, снимаю. Вау, крутой переход. Вообще, слушай, ну она такая интересная. Блин, а как не пришивает, прикинь? Это же по одной пришито. Реально? И так каждая прикреплена. Как? Кто это делает? Это машины? Да я уверен, я уверен, что это машина, потому что человек так не может делать. Это просто нанотехнологии какие-то. Тони Старк просто и создает такие шляпы. Кстати, реально похоже на железного человека. Красный, золотой. А, ну да. Окей, мы можем идти дальше. Ну, остаемся в новогодних шапках. Ну, а теперь то, что ты хотел посмотреть, это колпаки. Вау, посмотрите, какой у них узор. Мне вот реально интересно на этот узор посмотреть под микроскопом. Вау! Чешуя дракона. Как это создается? Тоже, я не понимаю. Она из пикселей, смотри. А, смотри, здесь вон брак, видишь? Мне кажется, вот такую штуку на шаттерстоке можно продать за много денег, если честно. Блин, выглядит как будто золотые какие-то слитки. Кайф. А ну-ка, давайте на серебряный посмотрим. Он реально весь пиксельный, как будто бы картинка фигового качества. 360 пи. Нифига, слушай, ну на самом деле я не ожидал. Ну, это вот прям конкретно новогоднее что-то, да? То есть ты вот так прям смотришь и думаешь, ну все, Новый год. Вау. Ладно, погнали дальше. Серега, а что ты планируешь успеть до Нового года? Ну, я хочу успеть купить тебе PlayStation 5, покататься на сноуборде и сняться у тебя во втором ролике. О, нормально, уверена. А знаешь, у меня есть только одна цель до Нового года. И это собрать 11 миллионов подписчиков, чтобы войти в Новый год уже с 11 миллионами. Ну, это круто. Ну, а что не хватает? Вроде успеваешь, все хорошо. Да блин, вот все равно переживаю, потому что вот многие смотрят и не подписаны на канал. Реально, проверьте, пожалуйста, свою красную кнопку подписаться. Ну, Серега, ну скажи им, скажи им. Сделаю необычную просьбу, попрошу подписаться стихом. А ну-ка, подпишись на канал Глент. Тут всегда крутой контент. Без подписки смотрят больше половины, с вас подписка, а с Глента мандарины. Ой, нифига, вот этот стих Серега выдал. Больше 50% зрителей, которые прямо сейчас смотрят этот ролик, не подписаны на канал. Это вообще не дело. Спускайтесь вниз и нажимайте на красную кнопку подписаться. Вот такой стих Серега забабахал. Успеете сделать это до Нового Года. Давайте добьемся этой цели вместе. И самая главная вещь на Новый Год. Ёлка. Она, кстати, искусственная. Узнаем, из чего делают ёлки. Расправляем. Ненавидел расправлять ёлки. Вообще, меня это бесило всегда. Зато это весело. Пока расправляешь, включил новогодние песни, слушаешь и кайфует. Напишите, кстати, в комментах, или у вас уже стоит ёлка. И вообще, будете вы её ставить или нет? У меня уже стоит. У меня пихта стоит. Пихта? Пихта. Нифига себе, что это такое? Это европейское, загрунечное. Понятно, буржуйское. Нам нужна ёлка настоящая, мужская ёлка. Напишите в комментах, реально очень интересно. Потому что я не ставил, я даже не знаю, буду я ставить её или нет. О, слушай, выглядит вполне как настоящее растение. А мне напомнило эти, знаешь, жвачки и пластинки такие. Реально, обалдеть. Какой ты жук. Я понял, это косичка из проводов. Ну да, кстати, похоже, реально. И по ощущениям тоже, это косичка из проводов. Ну вы, я думаю, трогали искусственную ёлку, понимаете, о чём мы говорим. Ну, в принципе, в ёлке больше нечего смотреть. Но зато предлагаем посмотреть на игрушки для ёлки. И будем постепенно её украшать. Итак, первая игрушка, это вот такой вот шарик. Ого, она хроматическая, она реально редкая. Слушай, а ну-ка, сфокусируйся. О, икринки! Чего? Вы видите это? Обалдеть, как это красиво. Чисто маленькие икринки. Клёво. А вот это беленькая, посмотрим. Ну-ка, беленькая. Белые икринки. Очень круто выглядит, это прям супер стильно. Это того стоило, посмотреть новогодние игрушки. Если у вас есть микроскоп, берите свои новогодние игрушки и смотрите. Такое ощущение, что большая игрушка сделана из тысячи маленьких, да? Так, окей, вешай первую игрушку, она реально была очень красивая. Теперь есть вот такая вот игрушка. Легендарная. Здесь много всего, здесь и наклеечки всякие, и покрытия тоже. Нет, здесь уже не икринки. Слушай, здесь очень симпатично всё выглядит. Это чисто серебристые осколки. Вау. А вот эта штука отражающая. Ой, она такая царапанная. Реально, поцарапанное стекло какое-то. Либо это лёд поцарапанный. И Дед Мороз. Вот лицо Дед Мороза, здравствуйте. Это его глаза, здоровайтесь. Здрасте. Ну и ниточка, давай ниточку ещё посмотрим. Слушай, а неплохо, это же какая-то в барбершопе крутится. Такая же, и красно-белая. Прикольно, реально очень красиво выглядит. С этой игрушкой всё понятно, вешай её. Пока мой фаворит, это вот эта игрушка. А что ты скажешь на вот эту? Блин, огромная какая. Кстати, такие игрушки продаются отдельно, они намного дороже, потому что они огромные. Так, шарики или... Нет, это вообще что-то другое, это как будто куски сахара золотого. Симпотно выглядит, да? Вообще красота. Вау, это очень прикольно выглядит. Фу, блин, я что-то проголодался. Блин, а я не знаю, что под ёлку ещё положить. У меня есть идея для офигенного подарка и как покушать. Ну, соединим два в одном. Зайду в приложение доставки, кое-что хочу заказать. Я, кажется, знаю, о чём ты. Это же А4 боксы из Бургер Кинга. Да, ребята, если кто-то ещё не в курсе, то 7 декабря произошла самая-самая крутая коллаборация этого года. Коллаборация А4 и Бургер Кинг. Мы всей командой специально для вас создавали очень-очень вкусные, насыщенные и приятные боксы. Что входит в бокс? Картошка фри, А4 бургер. Также вы берёте любой напиток на выбор. Представляете, и всё это удовольствие мы заказали на доставку, сидя тут, в офисе у Глента. Также мы можем не рассказать про самое клёвое и эксклюзивное. А4 патчи. Там есть я, Серёга, Кобяков, Влад А4, логотипа 4, даже клоун есть. А открывать их одно удовольствие, как кейсы. Глент, мне выпал Глент! А мне, 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 мне... Мне Серёга выпал, я сам себе выпал. Ребята, это не постанова, реально, мы заказали с Бургер Кинг и нам выпали мы же. Вот это везение. Для тех, кто соберёт все 10 патчей, сделает фотку в социальных сетях и поставит хэштег А4 бургер патч, будут разыграны очень клёвые призы. 10 видео поздравлений от А4. Ну, Глента, Серёге и Кобякова. Прикинь, лично тебе передадим привет. Вы совмещаете приятное с полезным, и вкусно кушаете, и участвуете в этом офигенном конкурсе. Все подробности по ссылке в описании. Серёга, давай подумаем, как ещё украсить нашу ёлку. Воу, добавить, может быть, блёстки какой-нибудь? Нет, мы добавим искусственный снег и посмотрим на него под микроскопом. Блин, это очень редкая штучка, не укажу, такая дома есть. Вау, я думал, он будет плоским. Ух ты, ух ты, ух ты. Обалдеть, пахнет так вкусно. Она похожа на пену. Так, давай посмотрим на него под микроскопом. Быстрее, смотри, он тает. Это как настоящий снег, он тает. Быстрее! Серёга, дай сюда, ты не фокусишь. Я не знаю, как это делается. Блин, у нас камера в снег попала. Быстрее. Смотри. Вау, пузыри какие-то. Так, слушайте, искусственный снег, на самом деле, это просто пена. Она даже никак не кристаллизуется, прикинь. Реально точная копия снега, он пропадает. Понятно, тающий снег. Слушайте, ну выглядит он реально прикольно под микроскопом. Всё, Серёга, отдай игрушку. Погнали, ещё посмотрим. Ну что, тем, как же в новогодний выпуск не вставить гирлянду? Мы взяли специально такую вот дешёвенькую, чтобы она вот прям как раньше, как старая добрая. Прям китаем пахнет, понюхай. Да, да, где-то рядом проходил Интернешнл. Да. Ооо, ну слушай. Чему новогодние вещи все такие красивые, инопланетные? Выключили свет для антуражика, а теперь вообще красота. Полосами покрывается кадр, как старый телик какой-то. Не понял, это что за технология? Может быть они вредны для здоровья? Давай посмотрим на провод. О, смотри, внутри видно медный провод. Обалдеть. А вот, собственно, и соединение провода и светодиода. Выглядит, как будто это уже не новогоднее что-то, какой-то апокалипсис случился. Хорошо, идём дальше. Итак, Серёга, передача лови. Что это? Это не снежок. Это шарик, который светится. Включай. Блин, наверное, в темноте офигенно смотрится. Давай проверим. Ну-ка посмотрим, из чего он состоит. Вол! А, вол! Смотрите! Он ещё и антистресс. Во, светодиод! Обалдеть! Слушай, ну он интересно выглядит. Не как обычная игрушка для ёлки. Кстати, это может даже быть для вас ночником. Поставили в комнату и всё, меняет цвет, вы кайфуете. Итак, давай идти дальше. Наступающий год у нас год тигра. Я купил вот такую вот штучку. Откуда инфа? Проверенная? Проверенная. Год тигра, всё нормально. Короче, это, знаете, такая статуэтка, которая всегда везде продаётся. Из такого же материала, я даже не знаю, что это. Керамика. Ну да, типа хочется посмотреть на неё под микроскопом, потому что все её когда-то трогали. Итак, Сергей. Прошу. Опа, я дошёл у него изумруд. Как ты это сделал? Где? Где? Где изумруд? Выглядит, как риска такая. Конфетка. Да, сладкое что-то, хочется схавать прямо. Слушайте, ну интересно выглядит. О, смотри. Где твой глаз? О, здесь видно, что плохо покрасили. Здесь уже ребята как-то прошли мимо. Ох, слушай, прикольно. А я не знал, что год тигра сейчас. Наступающий год тигра. А какой будет следующий? Знаем, в следующем году. Обычно под конец года начинают об этом говорить. А-а-а-а. Ну и куда же в новогодний выпуск без снега? Серёга, давай посмотрим на снег под микроскопом. Настоящий снег под микроскопом. Слушай, очень красиво. Где снежинка? Хочу найти снежинку. Вот, давай быстрее, пока не потаяло. Он тает прямо на глазах. Обалдеть! А если вот так? Тает, очень быстро тает, тяжело подснять. Видел? Вон он. А сейчас, подожди, тихо, стой. Смотрите, он уменьшается прямо на глазах. Ого, вода потекла, видишь? Ага. Воздух, воздух идет. Как красиво! Это очень круто, это очень круто выглядит. Ой-ой-ой, мы словили супер кадр. Как красиво, как красиво. Смотри, как он тает. Кристаллики исчезают. Блин, это самое красивое сегодня. Вообще топ-1. А вот, смотри, грязь, видишь? Ага. Сплывает наверх. Серега, есть информация, что ты не настоящий Дед Мороз. Что? Что ты взял? Потому что вот, настоящий Дед Мороз. Кстати, он тебе подарочек передал сейчас. Что там? О! Ну давай, я передарю потом. Короче, давай посмотрим на него под микроскопом, потому что, мне кажется, это самый главный персонаж. Итак, погнали. Опять. Не красная, а оранжевая ткань. Так я не понимаю, как это работает? Почему это так работает? Не знаю, кто из вас шарит за это, или может у вас родители, какие-то ученые, объясните, пожалуйста, в комментариях. А вот это его корона. Выглядит интересно. Прямо такие переплетения жесткие. Все переплетено. Позер. О, смотрите. А вот так выглядит его посох. Он покрыт какими-то бубочками непонятными. О, реально. Странный ты Дед Мороз. Ставлю лайк. И вы тоже поставьте. Ну, борода в принципе белая, это уже хорошо. И гораздо тонче, чем борода Сереги. Слушай, ну неплохо, качественно сделан, да? Давай на щеки его посмотрим. Давай. Кожа настоящая выглядит. Кабец. Он реально настоящий, прикинь. Тогда он может заморозить всех, кто не поставил, но еще лайк. Ну-ка, проверь сейчас. Даю тебе 2 секунды. Раз, два. Заморозка пошла. Все, кто не поставил лайк, тот заморожен. Официально. Ну что ж, вот такой вот новогодний выпуск. Смотрю на все под микроскопом челлендж у нас получился. Если вам понравилось, обязательно поставьте им лайк. Подпишитесь на этот канал. С вами был Глент Серега. Всем пока!